Присоединяйтесь, янца вашего Бога, Жалейтесь, янца вашего Бога, Жалейтесь, янца вашего Бога, Придите, поклонимся, И припадем ко Христос, Спасины, Сыне Божий, О литвами Богородицы поющие те, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Презирец небесе Божий, И посети виноград все, и утверди их, Его же насади, где снится твоя. Рады, Боже, святый ветки, святый смертный, помилуй, помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Дар поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дар поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дар поминет Господь Бог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Божественная благодать, всегда немощная, вращающая и оскудевающая, восполняющая, пророчествует Василия, благоговейничего и Бодиакона, Бодиакона. Помолимся в ванне, да придет на него благодать Всесвятого Духа. Господи, 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 Господи. Господи, 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 Господи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались в Святой Храм Божий, чтобы почтить день, в который мы воспоминаем его первое пришествие в Храм Божий с Матерью по закону очищения. Праздник Сретения и его общая картина нам напоминает картину Рождества его святого. Родился он в убогом хлеву, где пался скот, а в жертву за ребенка родители также приносят. Самое скромное, что можно было принести, это двух гордость. Там, в вертеп, пришли первые пастухи, люди простодушные и от всего сердца любившие Бога. Здесь в Храме встречает Христа Спасителя, святая пророчица Анна, которая делом и словом ежедневно служила в Храме Божьем. Там пришли волхвы с Востока, мудрецы, принесли богатые дары. Здесь в Храме берет на руки младенца богомудрый человек, праведник, который благочестиво жил, святой праведный Симеон Богоприимец. И неспроста нам здесь даны такие образы. Не просто, чтобы мы, зная, могли вот так пересказать историю этого события. Мы должны быть людьми наблюдательными, внимательными очень и уметь анализировать, как проходила жизнь нашего Господа Иисуса Христа. И там, в вертепе, здесь в Храме Его окружают люди простые, которые чистым сердцем служат Богу. В Храме не встретил Господа сон священников. Нет. Все проходило, как обычно, как со всеми людьми, так и с младенцем Христом. И многие даже и не понимали, что происходило в этот день. Образ святой пророчицы Анны говорит нам о том, что если мы хотим также удостоиться в нужный момент быть с нашим Господом, то, пожалуйста, мы должны со всей душой, со всей непоколевимостью нашей веры быть в Храме Божьем, служить Господу и молиться Ему. Также, если мы хотим быть с Господом, хотим удостоиться Его вечных обителей, то мы должны так же правильно жить, как правильно жил правильный Симеон Богоприимец. чтобы и о нас могли сказать, вот этот человек праведный, вот этот человек православный, я вижу, как он живет. Он живет по заповедям Божьим. И если мы хотим сохранить нашу веру, если мы хотим утвердить веру православную на нашей земле, то мы должны быть такими непоколебимыми и уверенными, преданными Богу, какой была Пресвятая Владычица нашей Богородицы. Она, зная, что на ее руках сам Бог, что она родила воплотившегося Сына Божия, все равно по смирению приносит Его в Храм. Зачем же Богу надо было совершать эти все обряды? Ну, какая высота смирения и любви к Богу? Если уж Пресвятая Богородица, если сам Спаситель соблюдал установление церковное, то как мы можем, братья и сестры, позволять себе то или иное в своей жизни, может быть, упускать то, о чем говорит православная церковь? И сегодняшним ярким примером, таком может быть противлением, может служить то, что, к сожалению, многие из нас, православные братья и сестры, противиться тому, чтобы были обретены мощи Святой Блаженной Валентины Минской. Они ссылаются на тех людей, которых либо уже нету, либо с которых мы спросить ничего не можем. Вот так вот колебля нашу веру, колебля такое великое дело, которое благословлено, которое делается, так сказать, для прославления Угодницы Святой Божьей. И также, братья и сестры, если мы хотим сохранить нашу веру, то мы должны быть покорными и послушными Богу, каким был праведный Иосиф Обручник, человек, который поверил Господу, что Мария беременна, что она носит себе Сына Божия, зачатого от Духа Божия, что она не согрешила нигде. Вот он со всей своей покорностью к Богу совершал служение рожденному Богу-младенцу. Будем же мы, братья и сестры, видя перед собой такие великие образы, хранить нашу веру православную и прославить Господа за все великие милости, которые мы имеем сегодня. Аминь. Спасибо Господу вас. И Божие люди Твоя, и благослови достояние Твое, и сповайте, Деспота. ПЕСНЯ 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 ХОЛОС ПЕСНЯ 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 Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Благословляйся и освящаются свечи си окрафления воды, сия священная. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. И слава тебе. Как посыпать без слова? Кончился дождь, все спите. Обращение святейшего патриарха московского Евсея Руси Кирилла по случаю празднования Дня Православной Молодежи. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Сретения Господня и Днем Православной Молодежи. Сегодня Церковь вспоминает встречу младенца Иисуса и старца Симеона, мужа праведного и благочестивого. Многие годы ветхий старец напряженно ожидал прихода Спасителя в мир. И Духом Святым Бог открыл ему, что ребенок, лежащий на руках Марии, и является тем долгожданным Мессией, который станет для всех людей светом в Откровении языков. Сретение – это праздник встречи души со Христом. Безусловно, Господь действует в жизни каждого из нас, но погруженное в суету повседневных попечений, мы не всегда замечаем Его присутствие и благодатную помощь. В жизни современного человека, особенно если он молод, здоров и активен, проходит на высоких скоростях, и это часто мешает ему задуматься о главном, о том, что наполняет его существование подлинным смыслом и ценностью. И когда человек делает над собой усилие, вырываясь из круговертия забот, и оставаясь наедине с самим собой, заглядывает во глубины своей души, и происходит одно из важнейших событий в его жизни – встреча с Богом. Желаю всем вам, дорогие мои, чтобы эта однажды состоявшаяся встреча со Христом Спасителем стала для вас всежизненным Ему предстоянием и служением. Ибо, как писал святитель Феофан Затворник, мы все призваны не к мысленному только представлению всего блаженства, а к действительному Его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами Своего Духа. Молю Господа Иисуса, дабы Он укрепил ваши сердца в вере, не спасал силы и в Свою неоскутевающую помощь во всех добрых делах и начинаниях. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбив всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Сестры, поздравляю с праздником, с праздником великим, двунадесятым. Сретение Господне. Сегодня мы слышали и евангельское повествование, которое напомнило нам всем о том великом событии, совершившемся в Иерусалиме. И поучение сегодня слышали на тему праздника, встретение Господне. И каждый раз, когда мы встречаем этот праздник, переживаем, волнуемся, то, естественно, каждый из нас переживая, и этот праздник соотносит к себе, как он может соотноситься ко мне. Несмотря на то, что прошло уже более двух тысяч лет тому назад, когда совершилось принесение Богом Владенца Христа в Иерусалимский храм, до сегодняшнего дня это событие волнует абсолютно всех, кто стремится познать Бога. И, говоря о Сретении Господнем, многие подвижники благочестия говорят о том, что это действительно чрезвычайно важное событие. Вот так Бог приносится человеком. Удивительное явление, да? Непонятное. Непонятное. Трудно уяснимое для сознания каждого из нас, чтобы Бога принес человек в храм Божий. И произошла встреча Бога с человеком. Ну и, конечно, каждый из нас, живя на земле, стремится познать Бога. Именно поэтому мы приходим в храм, чтобы здесь, в храме, совершилась наша встреча с Богом. И обращая внимание на предыдущие праздники Рождества Христова, Крещение Господне и нынешнее Сретение Господне, многие говорят о том, что вот так близко к человеку Бог был в эти праздничные дни, которые сегодня являются праздником. А тогда они были еще непонятным явлением, но событием, когда Бог явился во плоти людям, когда Он воплотился и родился от Пресвятой Девы и Пресвятой Девы Марии. Тогда Он был очень близок к человеку и по телу, и по естеству, и по духу, конечно. И в Крещении Своем Господь был очень близок к людям. Вместе со множеством людей Он входил в воды иорданские. И вот сегодня Бога-младенца на руках принесли в храм Божий. И обратите внимание, принесла Его Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария. Сегодня, конечно, мы говорим о том, что произошла встреча человека с Богом и Бога с человеком. И каждый из нас стремится в своей жизни встретиться с Богом. И сегодняшнее послание Святейшего Патриарха, оно обращено к молодежи, потому как православная церковь сегодня празднует День Молодежи. Хотя нам, как и в предыдущие годы, пытается и враг рода человеческого, и на славные различные течения и направления, даже богословские какие-то движения, принести новые, совершенно чуждые для православных людей убеждения и даже веру. Совсем недавно, помните, был такой светский праздник, который всем нам так активно через средства массовой информации навязывает, День Любви, по-моему, да, или как он? Влюблённых. Как? Влюблённых. О, День Влюблённых, да, Святого Валентина. Вы знаете, ну совершенно чуждый праздник для нашего народа. Но как активно его навязывают через средства массовой информации. И очень многие, сегодня уже понимая это, говорят, ну это бизнес. Понимаете, на этом бизнесе кто-то зарабатывает огромные деньги, а нам приносят совершенно чуждый нашему народу якобы наш религиозный праздник. А вот сегодня церковный праздник. Сегодня встреча человека с Богом. И сегодня не случайно русская православная церковь уже в течение многих лет празднует День Молодёжи. А почему вот так? Как вы думаете? Вот надо нам всем задуматься. Да, конечно, с младенцем связано. Конечно. Сегодня замечательный пример для родителей. Родители, хотите, чтобы у вас были благочестивыми, недобрыми и порядочными дети? А для этого надо особо заботиться о детях своих. Сегодня надо, вспоминая этот праздник, встретение Господня, подумать и о своих детях, о внуках, о молодым людям, которые вступают в праздник. Им надо подумать, как таким образом создавать свою семью, чтобы она была благочестивой, доброй, порядочной, чтобы был мир и согласие в семье. И вот благочестивое святое семейство, Пресвятая Дева Мария, праведная и осень, является примером верности и святости семейной жизни. Сегодня, размышляя об этом празднике, мы можем, и я часто слыша, хочу с вами об этом поделиться, о том, что недавно мы встречались с молодежью нашей белорусской. Ну и, конечно, очень часто со стороны взрослых людей задают вопросы, вы знаете, говорят, вот дети приходят в воскресную школу, дети вроде бы хотят что-то познать, а потом взрослее уходят и больше никогда не приходят в храм. Вот родители приводят в храм, они пока маленькие приходят, а потом взрослее уходят и больше в храм не ходят. В чем дело, в чем причина? Наверное, на многие нечто подобные вопросы ответ сегодняшний праздник. Прежде чем воспитать ребенка, как говорил один очень известный профессор, говорил о том, что надо вначале воспитать родителей, а потом родители будут воспитывать благочестивых детей. Вот сегодняшний праздник является для молодежи хорошим знаком. Хотите, чтобы ваша семья была крепкая? Обратите внимание на обручника Иосифа и на Деву Марию. Как они искренне верили в Бога, как они молились, как они верили в Бога и доверяли друг друга, как они любили друг друга, как они исполняли заповеди Господние. Все исполнили, что было преднаписано для ветхозаветного человека. И вот сегодня они, несмотря на то, что были бедные, необеспеченные, но они все равно, исполнив заповедь, принесли жертву, которая подобала тогда в то время принести даже тем, кто был малообеспеченным, ну, горлить, принести жертву Богу и посвятить ребенка Богу. С тем, чтобы этот ребенок, как сегодняшнее евангельское повествование говорит, обратили внимание на последние слова евангельского повествования, они, Иосиф, Дева Мария, вместе с младенцем возвратились в свой дом и пребывали там. А младенец возрастал и укреплялся Духом, и благодать Божия была на нем. А спустя 12 лет, когда родители пошли в Иерусалим на праздник Пасхи, помните это событие, когда Христос Спаситель Иисус остановился, отстал от родителей и беседовал с книжниками, с фарисеями, с мудрецами в Иерусалимском храме, когда родители искали его три дня, потом нашли все-таки и упрекнули его, ну, что же ты делаешь над нами, над родителями, мы тебя три дня искали. А он говорит, разве вы не знали, что мне надлежит быть то, что мне повелел мой отец? Ему это надлежало исполнить, но еще не пришло время. И он возвратился со своими родителями в свой дом и пребывал в послушании у родителей. Вот это очень важно, чтобы родители так воспитывали детей, чтобы дети были в послушании у родителей. А родители так должны воспитывать своих детей, чтобы им давать пример, добрый пример для подражания. Я, вы знаете, недавно беседовал с сотрудниками или журналистами, и зашла тема именно на эту тему, на воспитание детей. Я им говорил, что, вы знаете, я иногда бывал, когда был помоложе у своих друзей, у своих тоже священнослужителей, с кем мы учились когда-то в семинаре, в академии. И вот я обращал внимание на то, как их дети смотрят, как себя ведут родители. Вот если мы начинаем трапезы, перед трапезой молимся, как обычно, читаем отче наш, да? А дети же смотрят на нас, как взрослые молятся, как они крестятся, да? Мы вроде бы их не замечаем, они же постоянно молятся, они все смотрят, как родители крестятся, как они молятся. И если увидят, что родители перекрестились, то дети же крестятся, родители поклонились, то дети же поклонятся. Привет! Я говорю, знаете, я вспоминаю одного мальчишку, которому тогда было всего-навсего лет 12, вот, и я ему говорю, а я уже узнал о его слабости, и я ему говорю, как же, положь, ну, понимаешь, курить-то вредно, 12 лет, и ты уже куришь, похож, но вредно курить, не надо этого делать, это же вредно, и для здоровья вредно, и для своего развития вредно. Он говорит, не-а, 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 не-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- И на все обращают внимание. Как родители себя ведут, так и будут себя вести дети. Сегодня, буквально недавно, я слышал о том, упрек в адрес церкви. Говорят, что, знаете, воскресные школы не выполняют своего предназначения. Они не воспитывают детей. И школы не воспитывают. А сегодня идут упреки и в отношении армии. Говорят, что, знаете, и армии не воспитывают. И я, общаясь с молодежью, сказал, что, знаете, не воскресная школа виновата, что сегодня дети себя или молодежь неправильно ведет. И не воскресная школа, и не общеобразовательная школа. И даже не армия. Потому что ни школа, ни воскресная школа, ни армия, они не должны воспитывать детей. Дети должны воспитываться в семье. И это самое прямое предназначение родителей. Родители должны с самого раннего возраста. А еще точнее сказать, у нас есть очень хорошее, знаете, я помню, еще учился, когда в семинарии на пастырском у нас богословии, мы читали книгу, как надо воспитывать детей. И вот священнику рекомендовано было, чтобы он обращался к своей пасты и говорил, вот вы сейчас жените, замуж выходите, вот как только вы зачнете младенца, как только забьется сердечко в очреве, мама, ты уже должна с этим младенчиком беседовать. Он уже живой. С ним надо беседовать и говорить. Вот сейчас мы пойдем с тобой помолимся, сыночек, или маленький наш. Сейчас мы с тобой помолимся. Сейчас мы пойдем зубки почистим. Сейчас мы с тобой пойдем Евангелие почитаем. Вот так вот. Он уже живой, он все слышит. Он просто, мы думаем, что он не понимает. Нет, душа-то у него уже есть. Она все слышит и понимает. И поэтому родители должны особое попечение иметь о детях своих уже во утробе матери. А уже потом, конечно, как он родится, его тогда надо особо велеть и воспитывать. И, конечно, прививать особую любовь к Богу. Ну и, конечно, родители должны подавать хороший и добрый пример для своих родителей. И вот сегодняшний праздник, встретение Господне, он для каждого из нас является особым праздником. Особенно для родителей, для молодежи. Чтобы нам никто не привносил в нашу жизнь чуждое для нас или учение, или идеология, или даже какое-то религиозное осмысление новое. Совершенно чудо. У нас замечательный опыт церкви. Две тысячи лет существования, почти две тысячи лет существования нашей Святой Церкви Христовой. Опыт этот огромный. Просто нам, взрослым людям, надо чаще обращать внимание на подвижника благочестия. Чаще стараться и стремиться читать жития святых поучениям. И детишками об этом читать с маленькими. Например, я вспоминаю одного священника, который еще в те далекие, значит, 70-е годы. У него был уже маленький мальчишка, сыночки его. И вот я обратил внимание, и я часто об этом тоже рассказываю, как он воспитывал своего сына. Так он вот перед тем, как его уложить спать, он ему читал сказки. Как когда-то ему читали, но он читал сказки с таким, знаете, с христианским переложением. Вот он, допустим, рассказывает, вот жили-были старик со старушкой, со старухой своей. Вот они жили где-то на берегу моря, и они проводили, как он ему читает, благочестивый образ жизни. Вот они встают с утра, и, почистив зубки, они начинают совершать утренние молитвы. И вот они начинают читать. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесную. И он читает вот саму сынишку, вот эту сказку, да? Обратите внимание, да? И он с ним читает. И вы знаете, я обратил внимание, он ему дочитывает, да, отче наш, трех святое поученок. И научинаш его сынишку уже храпеть начинает. А утром он потом ему рассказывает, как они утром встают, как они с чего начинают. И он ему, вот уже, знаете, Владенчику рассказывает, как надо правильно себя вести, как надо... Оказывается, с утра надо почистить зубки, и сразу надо читать утренние молитвы. Он ему начинает читать утренние молитвы. Вот так бабушка с дедушкой начинали идею свою, прочитают они утренние молитвы. Потом Евангелие. Вот давай мы с тобой Евангелие почитаем. Читает ему Евангелие. А потом говорит, а вот теперь они пошли завтракать. И вот мы сейчас с тобой пойдем завтракать. Тоже сказка, да? Но как мудрый отец воспитывал своего сына. А потом настало такое время, я часто вспоминаю своего секретаря, который тоже воспитывал, тоже был дьяконом в то время. И он говорит, что, знаете, вот, владыка, мы своим детям пытаемся объяснить, как правильно надо воспитывать... Вернее, мы помним, как нас папа с мамой воспитывали, а у нее тоже были родители-смященник, и прекрасно все это понимал. Не заставляли детей насильно молиться, не заставляли насильно поститься, а рассказывали, как это надо делать. И вот он говорит, я своему сыну говорю, Сашенька, вот ты еще маленький, поэтому ты сегодня... у нас сейчас, Сашенька, пост. Мы, видишь, с мамой, с папой постимся, а тебе нельзя еще поститься. К печи нельзя воздерживаться, к печи. Поэтому мы тебе даем молочное, мы тебе даем рыбку, даже мясное что-то, ты должен вырасти. А вот когда вырастешь большой, вот тогда и ты будешь поститься. Пока ты маленький, поэтому ты кушай. Вот, вы знаете, вот однажды мы с ним едем на службу, и он мне говорит, Владыка, вы знаете, у нас сегодня в семье событие. Я говорю, что такое случилось? Он говорит, вы знаете, наш старший сын пришел, ему уже тогда было 6 лет, и он говорит, папа, а я уже взрослый. А как ты, Сашенька, решил? А он говорит, папа, знаешь, я вот все время ел молочное постом, а вот с сегодняшнего дня я уже не буду есть, потому что я взрослый уже. Вы понимаете, как воспитывал отец своего сына, да? И он сегодня благочестивый православный христианин, добрый парень уже, взрослый человек. Вот как вот родители, как можно воспитать, не насилуя, не заставляя, а своим личным примером подавать образ жизни христианский. И вот мне сегодня, рассуждая о празднике Светения Господня, хочется сказать, чтобы мы и взрослые, и наша молодежь, чтобы мы научились правильно самим жить по-христиански. И тогда уже смогли бы мы правильно об этом говорить и молодежи, и детям, не заставляя их, а подавая им добрый пример благочестивой жизни. И вот сегодня праздник Светения Господня, как раз и об этом нам всем говорит. Надо жизнь свою выстраивать так, как учит нас святая православная церковь, исполнять заповеди Господни – любить Бога через любовь к ближним. Научимся любить ближних, значит, мы таким образом научимся любить и Бога. И мне хочется пожелать, чтобы молитвами Пресвятой Владычества нашей Богородицы Господь помогал всем нам на нашем жизненном пути, чтобы Он помогал родителям правильно воспитывать своих детей, а чтобы дети, видя и слушая своих родителей, правильно выстраивали жизнь. И тогда у них меньше будет проблем на жизненном пути. Тогда, как сегодня мы слышали в словах Евангелия, благодать Божия будет пребывать со всеми нами. Аминь. Спасибо Господи всех вас за ваши святые молитвы. Причастников поздравляю с принятием Святых Христовых Таин. И желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравие тела, и во спасение души. С праздником всех! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!